Добрый день, уважаемые присутствующие! На самом деле учебный док подходит к своему завершению. И сегодня уже и все 11-классники, и учителя, и родители готовятся к серьезному испытанию. Это государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ. И 19-20 марта в городе Иркутске, Росубрадоносдором Российской Федерации, проводится совещание, основной темой которого является проведение итоговой аттестации в формате ЕГЭ в этом году. На совещании участвуют также регионы трех федеральных округов. Это Уральский, Сибирский, Сибирский, Дальневосточный. И вот в течение двух дней мы с коллегами обсуждали все то, что связано с механизмом и процедурой проведения ЕГЭ. Я думаю, что коллеги поделятся сейчас уже итогами нашего совещания. На сегодняшний день в базе данных, в областной базе данных у нас зарегистрировано 15,740 человек, которые будут сдавать, хотят сдать экзамен в формате ЕГЭ. Основная масса, это, конечно, чуть более 15 тысяч, это выпускники этого года, плюс выпускники прошлых лет. Если говорить по предметам по выбору, то, несомненно, самым популярным среди предметов по выбору остается общество знаний. Уже на сегодняшний день ребята выбрали почти 10 тысяч человек. Вторым по популярности это физика и потом история. Значит, у нас все организационные моменты тоже сегодня уже отработаны. Будет действовать 191 пункт проведения ЕГЭ, более 5 тысяч человек сегодня проводят обучение для того, чтобы работать на данных пунктах. Кроме того, вся остальная организация по обеспечению охраны, перебойном работе, пункт приема экзаменов, все, что касается схемы доставки ребят, размещения, значит, обслуживания их во время экзаменов, после экзаменов, все это на сегодняшний день уже организационно готово. Я продолжу мысль, которая уже прозвучала, только в части уже теперь технологической и организационной составляющей экзамена. Да, действительно, мы проводим экзамен много лет, и это позволяет нам ответственно заявить, что организаторы многому научились. Более того, так же, как и Федеральный институт педагогических измерений, который работает в течение всего года, готовит материалы задолго до проведения экзамена, на сегодняшний день можно говорить о том, что организаторы экзамена, технологи, которые обеспечивают проведение экзаменов в заданные сроки, они фактически работают в течение всего года. Если участники экзамена участвуют в экзамене примерно в течение месяца, то мы начинаем свою работу следующего цикла практически сразу после завершения предыдущего периода экзамена. И второй момент, который здесь, наверное, следует отметить, что с учетом новой федеральной информационной системы, которая с прошлого года существует совместно с региональными информационными системами, как единый комплекс информационно-технологической поддержки всех информационных процессов экзамена, следует отметить, что практически все субъекты Российской Федерации вышли на очень хороший штатный режим, система работает очень стабильно, практически отсутствуют какие бы то ни было технологические сбои. Мы ведем постоянный непрерывный мониторинг, как с федерального уровня, так и совместно с регионами, и все проблемы решаются достаточно оперативно, что позволяет нам говорить о том, что в период экзамена у нас не будет, скорее всего, каких-то существенных сбоев, если что-то произойдет, то мы это быстро решим. И таким образом, все технологические сроки, нормы выдачи информации о результатах экзамена будут выдержаны в соответствии с нормативами. Более того, скорее всего, с учетом опыта, опыта регионов, это тоже мы учитываем и проводим соответствующее совместное мероприятие. Скорее всего, так же, как и в прошлом году, мы постараемся оптимизировать время выдачи и постараемся выдать результаты участникам экзамена раньше тех технологических сроков и норм, которые определены в порядке с целью, чтобы участники получили свой результат в своевременном. В этом году, вы, наверное, уже знаете, несколько изменен подход к составлению расписания экзамена. Значит, начинается у нас не с экзаменов по выбору, а с основного предмета. И по этой причине оптимизированное составление расписания привело к возможности своевременно тем участникам, которые, к сожалению, получат не очень хороший результат, то есть получат двойку по одному из основных предметов, своевременно пересдать эту двойку в сроке проведения экзамена. Таким образом, все-таки получить аттестат. Кроме того, это же изменение расписания позволило говорить о том, что наш график формирования всех результатов проведет к своевременной передаче всех информационных результатов ЕГЭ, именно результатов ЕГЭ в полном объеме, в федеральный информационный ресурс результатов ЕГЭ, которым теперь пользуются, обязаны пользоваться все высшие учебные заведения при проведении приемной кампании. В том числе и большая часть аффиляций, которые, как вы знаете, тоже занимают определенное время, попадет туда своевременно, и все участники смогут воспользоваться своими адекватными результатами для поступления в высшее учебное заведение. Также следует отметить, что мы в штатном режиме работаем и с материалами, полученными от ФИПИ, для того, чтобы участники получили их в необходимом количестве. ФИПИ, практически они по внешнему виду никак не будут отличаться от экзаменационных материалов прошлого года. Есть определенные ухищрения в области защиты, я позволю себе о них умолчать. Защита, естественно, будет применяться и использоваться. Но давайте я это умолчу, поскольку защита несколько изменена. Также хочется отметить, что и организационная составляющая самого процесса проведения экзамена является достаточно штатной. Все субъекты Российской Федерации проводят специальное обучение специалистов, которые проводят экзамен, чтобы снизить ту напряженность, которая, естественно, есть у каждого участника экзамена, чтобы проведение экзамена в конкретном пункте, в конкретной аудитории шло без ошибок. Все, кто пришел в нужный пункт, в нужную аудиторию, попадали на свое место, получали соответствующую информационную поддержку в момент начала экзамена и не нарушали правил проведения экзамена, что очень важно. За этим мы достаточно серьезно следим. И следует отметить, что из года в год, к сожалению, пока еще, конечно, встречаются определенные проблемы и нарушения, но идет устойчивая тенденция к их сокращению. Мы стараемся со всеми регионами провести совместную работу, чтобы все организаторы четко знали, как правильно проводить экзамен. Есть соответствующие методические материалы, и это позволяет нам надеяться, что в этом году количество нарушений, так же, как в 2012 году у нас сократилось по сравнению с 2011, тоже будет сокращено. Ну, в какой-то период мы надеемся, что мы доведем его практически до абсолютного минимума.